Хорошо, раз это все понятно, давайте какие-то еще вы знаете формулы. What other algebraic formula do you know? For example, a²-b² is what? Just say, a²-b², это что такое? a²-b², это что такое? a²-b² So, let's draw a is bigger. We have a². This is a². And we have some smaller b². So, what we have here is the difference between a²-b². And this formula says that this is equal to a minus b, so this is a minus b, times a plus b, but there is no a plus b, so we need to add something here, and we get a plus b. So, this is left-hand side, and this is right-hand side. A minus b, times a plus b. So, our formula says that this green thing is exactly of the same size as this red thing. Can you explain why it happens? Because it's white, especially white, like a larger swine. We put a squared minus b. This you paint a strange付近! There is a Real form here. It fits together. Вот это «а» мы еще добавили сюда «а» Получилось «а» минус «у», «а» минус «у» И вот, значит, алгебра на случай, что зеленая по площади такая же красная Вопрос в том, может, переводить из них, почему это так Как вы можете объяснить, почему зеленая штучка такая же красная? Почему зеленая штучка такая же красная? Окей, давайте попробуем вашу информацию Это… Это и тверстый, и тверстый и тверстый, и тверстый часть Так давайте посмотрим, что зависит от этого красного центра И твердого центра Ред moléculей на ней большую часть потому что это имеет вот эту часть. Но, вместо того, что зеленая часть, это больше здесь, это имеет вот эту часть. Эти пицы все же, потому что это это а 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 И вот здесь мы получаем красную петлю. Мы можем вырезать красную петлю в два части, и потом вырезать одну петлю здесь и получать красную петлю. Таким образом, красную петлю в один раз. Таким образом, понятно? Понятное объяснение. Человек говорит, что вот этот кусочек мы можем отрезать. Вот то, что выступает за эту красную линию, мы снизу отрезаем. Это будет прямоугольник. У него сторона В, а другая сторона А минус В. И поскольку здесь тоже А минус В, то оно очень радо сюда прикладывается. И получается дополнительное В. Получается А плюс В на А минус В. Ну чё, понятно, да? Может кто-то видит другую способность сделать красную петлю в красную петлю. Мы можем вырезать красную петлю в два равных части. Мы можем вырезать зеленую петлю и зеленую петлю. Кто-то догадался как? Кто-то знает, как? Кто-то знает, что у них нет. Кто-то знает, что у нас нет. Кто-то знает. Кто-то знает, что ли?" У нас есть этот кусочек и этот кусочек. И они так же. И как мы получаем этот кусочек? Мы возьмем этот кусочек и поверачиваем его на другую сторону и поставим его здесь. Вы видите, что это кусочек и эти кусочки. Переверачиваем. Как это будет? Турн-авровый. Да, я думаю. Турн-авровый. Если я... Турн-авровый. Я думаю, что это турн-авровый. Я не уверен, но... Турн-авровый. Турн-авровый. Да, турн-авровый. Зато, он расслуживает. То есть, вот, он... Так, чтобы она пошла вот так. У нас получится уже такая красная треугольная. Хорошо. Окей. Все. А можно все-таки показать без пририсовывания, а просто разрезая разность так, чтобы возникла часть А на А-Б и В на А-Б? Мне кажется, что это может быть даже понятно. Окей, окей, if we don't like this, we have A square minus B square. So we can count it somehow. Уже нарисован, все. Все уже есть. A times A minus B is this one. This is A times A minus B. It's A, and this is A minus B. And this part is B times A minus B. This is right here. So it's B times A minus B. So this is a part of this. And we add them together, and we get A plus B times A minus B.